На центральной площади города более 200 человек. Многие пришли с детьми. Говорят, если больницу закроют, лечиться придется ездить в другой город. Да нельзя больницу закрывать, потому что у нас много стариков, детей. Если закроют больницу, нам нужно ездить в Харциско, с детьми, с грудничками, ездить каждый месяц. Это нереально. Поэтому мы категорически против. Чтобы не допустить закрытия больницы, жители города собирали подписи. Несогласных более 9 тысяч человек. Митингующие говорят, писали письма во всевозможные инстанции. Закрытие нашей больницы приведет к тому, что медицинскую помощь оказывать будет некому. При таких расстояниях вряд ли кто выживет доставку в лечебное учреждение. Узловая больница работает с 1961 года. Здесь лечат жителей Иловайска и работников ЖД. Если ее закроют, несколько сотен медиков останутся без работы, рассказала Виктория Завадская. 254 работающих сейчас на данный момент. У нас боль – это всего города. Это не только… Я не хочу, к примеру, отстоять только свое рабочее место. Я хочу сказать о том, что я такой же житель города Иловайска. Чтобы прояснить ситуацию, городские власти направляли собственный запрос в Министерство регионального развития. Им ответили. Финансирование узловой больницы на 2013 год утверждено. Однако, что будет дальше, никто не знает, говорит Павел Семенов. В связи с реформированием железной дороги Укрзалезницы, значит, есть мнение о том, что медицинские учреждения, часть медицинских учреждений необходимо просто-напросто реструктуризировать и провести переподчинение. Значит, данный вопрос еще не принят ни на уровне Укрзалезницы, ни на уровне Донецкой железной дороги. Но вопрос, тем не менее, будет решаться по форме реструктуризации, и это право остается за Укрзалезницы, как предприятием, которое на сегодняшний день содержит медицинские учреждения. В Донецкой железной дороге слухи о закрытии узловой больницы опровергли. Наше предприятие как работало, так и работать будет. Жителям и железнодорожникам не стоит переживать. Они будут обслуживаться в больнице, получать те услуги, которые они сейчас получают и в дальнейшем. Эту информацию представители Донецкой железной дороги пообещали донести жителям Иловайска в ближайшие дни.